Добро пожаловать на канал Рецепты из Тетради. Сегодня я покажу вам, как готовится украинский банаш. Используя максимально простые и доступные продукты, вы можете легко и быстро приготовить очень сытный и вкусный обед для всех своих родных и близких. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению банаши, вы, как всегда, найдете в описании под видео. Итак, сначала нужно подготовить шкварки, чтобы потом на них не отвлекаться. Для этого возьмем 150-200 грамм сала или, что еще лучше, подчеревка. Я предпочитаю использовать именно подчеревок, поскольку с ним банаш, мне кажется, и вкуснее, и сытнее. Нарезаем сало или подчеревок сначала тонкими пластинами, а затем соломкой или кубиком. Здесь форма нарезки никакого значения не имеет. Я буду готовить банаш традиционно, то есть на открытом огне. Поэтому устанавливаю сковородку на мангал и жду, пока она хорошо нагреется. А затем выкладываю на разогретую сковородку нарезанный подчеревок. Убеждаюсь, что огонь под сковородкой умеренный, то есть жир начал вытапливаться, но при этом подчеревок не подгорает. И пока жир активно вытапливается из подчеревка, занимаюсь луком. А его нам понадобится около 100 грамм. У меня это одна луковица. Ее нужно просто нарезать полукольцами. Если вы лук не любите, то от него в принципе можно отказаться. Но при этом по вкусовым качествам готовый банаш во многом будет проигрывать. Карамелизированный лук придает готовому блюду пикантную сладость, которая превосходно оттеняет соленый вкус банаша. Нарезанный лук отправляем к уже хорошо поджаренному подчеревку. И продолжаем обжаривать сало с луком до тех пор, пока лук хорошо не подзолотится, а подчеревок не превратится в аппетитные и хрустящие шкварки. Отставляем по кашкварке с луком в сторону и займемся непосредственно банашем. Для его приготовления нам понадобится 200 грамм кукурузной крупы. Я буду использовать крупу мелкого помола, которая чаще всего используется для приготовления поленты, ссылку на рецепт которой вы видите в правом верхнем углу экрана. Но абсолютно спокойно можно использовать и вот такую кукурузу. Кукурузную крупу крупного помола. Просто она будет дольше вариться и не так однородно выглядеть в готовом блюде. Ещё нам понадобится 400 грамм сметаны. Я сегодня использую 15-процентную. А также 200 грамм сливок. У меня сегодня 10-процентные сливки. Нам нужно соединить сливки со сметаной. И хорошо перемешать их до однородности. Кстати, по желанию можно использовать либо только сливки, либо только сметану, либо оба этих ингредиента, но в другой пропорции. Можно также использовать молоко, но это в самом крайнем случае. С молочной смесью и кукурузной крупой отправляемся к мангалу, где уже установлен казан. Выливаем смесь сметаны со сливками в казан и доводим её до кипения. В закипевшую сливочно-сметанную смесь тонкой струйкой при постоянном помешивании всыпаем кукурузную крупу. Сюда же добавляем по вкусу соль, а также половину чайной ложки чёрного молотого перца и, по желанию, половину чайной ложки сухого чеснока или пару зубчиков измельчённого свежего чеснока. И, постоянно помешивая, варим банош до полной готовности. Поскольку я использовала кукурузную крупу мелкого помола, у меня банош приготовился буквально за 5-7 минут. Если вы будете использовать крупу более крупного помола, то вам на приготовление баноша может понадобиться от 10 до 20 минут. В итоге у вас должна получиться вот такая густая и очень аппетитная кукурузная каша, которая, к слову, очень быстро застывает. Поэтому не теряем времени зря и быстро займёмся последним ингредиентом, то есть брынзой. На указанном в рецепте количество кукурузной крупы нам понадобится от 50 до 100 грамм брынзы, которую нужно нарезать небольшим кубиком. Естественно, легче, быстрее и правильнее было бы просто покрошить её руками. Но именно сегодня мне удобнее было брынзу нарезать. Кстати, намного больше в баноше мне нравится использовать не традиционную брынзу, а фету или мягкую моцареллу. Эти сыры отличаются более деликатным вкусом и, на мой взгляд, не пытаются доминировать над вкусом самого баноша. Но это, конечно же, исключительно моё мнение. Традиционно в банош всегда добавляется именно брынза, предпочтительнее овечья. Ну вот, брынза подготовлена, поэтому можно сервировать наш банош. Выкладываем на порционную тарелку немного кукурузной каши. Чтобы блюдо смотрелось по-ресторанному, кашу можно выложить с помощью кулинарного кольца. Сверху на кашу выкладываем немного шкварок с карамелизированным луком. На шкварки выкладываем кусочки брынзы. По желанию, украинский банош можно присыпать кусочками свежего лука и полить сверху вытопившимся из-под черёвка жиром. И всё! Украинский банош полностью готов! Можно приглашать к столу своих родных и близких. По желанию, вы можете приготовить банош более жидкой консистенции, как это делают в западных регионах Украины. Но для этого вам понадобится больше сливок или сметаны. Мне же нравится именно такой вариант баноша, который больше похож на итальянскую поленту. А ещё в банош можно добавить немного жареных грибов и маринованный лук. Тогда это традиционное украинское блюдо зазвучит совершенно по-новому, по-европейски. А вам какой вариант баноша больше нравится? Жидкий или густой? Поделитесь своим видением баноша в комментариях. Меня очень интересует ваше мнение. И не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. Ну и конечно же подписывайтесь. У меня в тетрадке ещё много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!